А пока Саакашвилиада продолжается. Бывший одесский губернатор сейчас находится во Львове, но все обстоятельства пересечения им границы теперь предмет расследования силовиков. Из-за беспорядков, спровоцированных на пропускном пункте, к ответственности могут привлечь десятки людей. Что же это было и чем всё может закончиться? Подробности в материале. Железнодорожный вокзал Перемышля. Михаил Саакашвили с сыном, супругой и группой поддержки садится в поезд Интерсити, но состав с места не тронулся. По громкой связи объявили, что поезд никуда не поедет. После пяти часов ожидания политик и его окружение решают ехать автобусом в пункт пропуска Шегини. Работу пункта немедленно останавливают, и пограничники живой стеной перекрывают дорогу. Несколько десятков людей прорывают оборону, и на границе завязывается масштабная драка. Пострадали 16 правоохранителей. В толпе Саакашвили едва ли не занесли на территорию Украины. А уже утром во Львове экс-губернатор заявил, у него похитили паспорт. Когда люди просто взяли, даже не спрашивая меня, внесли меня на руках в Украину, я оставил паспорт в автобусе. Пришла полиция, обыскала автобус и украла мой паспорт. В МВД эту информацию опровергают. Что касается истории Саакашвили, то свое мнение высказал генпрокурор. Юрий Луценко подчеркнул, единственный путь решения ситуации – суд. В пример привел Иванишвили, который таким образом вернул гражданство, которое в свое время у него отобрал Саакашвили. С документом или без, утверждают в Госпогранслужбе, бывшему губернатору придется отвечать за беспорядки на пункте Шегини и незаконное пересечение границы. Кроме того, в отношении 15 правонарушителей уже оформили протоколы об админнарушении и направили в суд. На очереди еще 45. Прорыв границы силы осудил и премьер. Владимир Гройсман призвал наказать организаторов акции. О правовом решении конфликта заявляет также президент Порошенко. Глава государства считает, у политика было время обратиться в Европейский суд по правам человека. Но Саакашвили выбрал другой путь. Этот инцидент абсолютно не потребует никаких политических комментариев. Выключно мы должны коментовать и будем коментовать. Выключно в правовом поле. Прошло больше полутора месяцев. Никто до суду не подавал. Вместо этого, скояный злочин. Потому что есть конституционный принцип недоторганности государственного кордона. Это вопрос национальной безопасности государства. И мне байду же, кто порушивает государственный кордон. Чи боевики на сходе, чи политиканы на заходе. Дальнейшие планы Саакашвили пока неизвестны. Александр Васильченко, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. В Польше отстранились от скандала Саакашвили. Ситуацию вокруг возвращения в Украину одесского экс-губернатора. В Варшаве назвали политической игрой. Как заявил во время телеинтервью министр иностранных дел этой страны, Польша в этой истории сторона нейтральная. Этот случай часть внутренней политической игры в Украине. С недавних пор господин Саакашвили является украинским политиком. Поэтому мы в этой ситуации нейтральная сторона и никак не вовлечены. Бездарной пьесой назвали в оппозиционном блоке историю Саакашвили. По мнению политиков, ситуация эта говорит о глубочайшем кризисе власти и может привести к национальной катастрофе. На своем сайте эта политсила призывает органы местного самоуправления не включаться в подобные игры политиков и считает, что власть нуждается в перезагрузке. Изменить ситуацию, по мнению оппозиционеров, могут досрочные выборы. Продолжение следует...